Паническая атака — это диагноз, который сейчас ставят при самых разных проявлениях. У вас паническая атака может быть какая? Вы, например, боитесь выступать, у вас социофобия, и перед выступлением у вас нехватка воздуха, у вас суета и так далее. И здесь важно понимать, что есть фактор, который у вас вызывает эту паническую атаку. Кто-то боится в метро ездить, у него идея, что он там задохнется. Никто никогда в метро не задыхался, а вот наконец-то случится. Долго ждали, не могли дождаться. Ждем вас, приезжайте, здесь задохнемся. Надо понимать, что есть эти стрессовые факторы. Есть одни панические атаки открытых пространств, агорофобия и так далее. Это одна часть. Дальше есть панические атаки, которые чисто физиологические, которые полностью ощущаются исключительно. Вы даже можете на уровне сознания не осознавать, что у вас страх. У вас возникает какое-то физическое недомогание. Начинают неметь ноги, начинает трудно дышать, как будто бы экстрасистолии какие-то, давление повышенное. И вроде бы все нормально, а вот какая-то вот такая штука, и она начинает, просто вы ничего не можете из-за этого делать и так далее. То есть панические атаки могут возникать вот таком, абсолютно иметь просто физиологическое проявление. На самом деле, это классическая паническая атака. Точно так же лечится полноценно с помощью психотерапевтических техник. Самое лучшее лекарство от панических атак – психотерапевтические техники, которые мы осваиваем на курсе «Шаг за шагом». Поэтому вы приходите, это вот прямо для вас курс, для паника атакующих. И дальше есть панические атаки. Это просто ощущение тревоги. Сейчас это тоже рассматривается, раньше это рассматривалось как тревожное расстройство, сейчас это рассматривается тоже как паническая атака. То есть это внезапно становится, ну, как будто бы я места себе не нахожу, как будто бы вот как-то это точно то же самое, вот механизм, да, точно то же самое. Неосознанные какие-то страхи, которые приводят к тому, что возникает какой-то физический дискомфорт. Вот. Он вам ощущает, может даже не ощущаться. Вот в случае, когда у вас просто тревога тревоги, то у вас просто все напрягается, но вы не следите за этим, а организм на уровне подкорки считывается. Там перенапряжение мышц, видимо, что-то пошло точно не так. И на уровне сознания, ну, что не так, куда не так, и так далее. Ну, вот, поэтому может быть конкретный раздражитель, может быть просто физиологическое, такое ипохондрическое какое-то настройство, невризма в сердце, как мне сказала одна пациент. Вот. Или может быть просто приступ тревоги. Это все панические атаки, вот, и все это лечится психотерапевтически. И вот я вам, я клянусь, нельзя не вылечить паническую атаку. Ну, то есть ее можно, нужно, обязательно, и это лечится. Вот вы просто, вы просто, вот клянусь.